ты сейчас зарабатываешь репетиторством английского языка круглосуточная работа сколько стоит занятия с тобой я не могу от тебя услышать главного вообще не о том говоришь я вообще в ужасе тут сижу я буду стучать по столу как обычно сколько месяц ты сейчас приблизительно зарабатываешь ты сейчас сельский учитель обучу английскому языку даже корову working hard самое дорогое что есть личное время конечно мы всегда должны работать над личным брендом то за час ты можешь заработать гораздо больше вот это сейчас команда как раз то что нам нужно первая твоя проблема которая только что увидела она находится вот здесь я поздравляю я тоже себя поздравляю всем привет у нас сегодня новая героиня я ее уже буквально заждалась и сейчас подойдут мои коллеги мы будем с вами знакомиться ходят мои коллеги на теперь с собой коллеги кстати всем очень понравилось когда ты появилась на кастингах ты знаешь люди требуют чтобы ты была да да у нас там что они пишут что ты прекрасна и что хватит елена путешествовать нужно нужно нет я бы поработал теперь путешествие так но у нас сегодня с вами новая часть мы проводим собеседование расскажи нам немного не очень классная очень позитивная юлиана начинающий дизайнер одежды донер одежды настоящий но она закончила курсы дизайнеров она только пошила несколько каких-то пробных платьев я сегодня посмотрел а кого из дизайнеров вы знаете или на ну давайте не мировых патерье а украина и сообща чьи имена ты знаешь радисельченко как по направлению мне очень нравится ее работы кого мы еще можем рассмотреть прям я смотрю попалились фамилии я на самом деле знаю первую гиду дизайнеров а первые гиды я не виду когда эта популяризация в 2000 году пошла украинской моды я как раз было в шоу-бизнесе шоу-бизнесе очень модно работать с украинскими дизайнерами и я застала первый показ андретана когда андретан был мальчиком таким мальчиком и я помню как он приходил к нам на кухню нам снимали всем одну квартиру нас мы были коллективом мы должны были с девочками там житься вот и к нам приходил андрей андретан на кухню и мы первую его коллекцию значит костюмов какие-то плитки и помню куртки черные красные трансформеры мы одевали то есть вот тогда андретан зародился потом к нам приходил саша гопчук который был очень модным дизайнером тогда и он стал мужем одной из наших участниц и кстати сейчас я крестная мама ребенка в общем да потом я помню диану дорожкину но она как бы есть со своими корсетами да то есть это то что чьи имена как бы звенели и гремели кто лиля литковская тоже мы шили кстати начинали с ней костюмы лили литковская и по сей день как бы является очень классной да и как бы известной но наверное еще пару имен так если напрячься я вспомню вот еще одно имя юлиана коваль которая теперь разу запомните всегда а честно говоря у меня ну здесь какая какое-то мнение вообще-то можно ли на этом зарабатывать мнение есть потому что есть близкие друзья которые работают в этом направлении и самое интересное как бы я очень много моментов знаю из этого бизнеса вот будет интересно юлиану спросить а с какими трудностями она самая как бы переживает больше всего столкнуться и потом я расскажу что самое главное в этом бизнесе а вот и ты оказалась экспертом данной теме экспертом много другом и ну давайте юлиану как дозвать да да здравствуйте здравствуйте очень рада познакомиться с вами данная банальная фраза но тем не менее я ее скажу живую и нам приятно так юлиана сергей рассказал нам что вы решили покорить дизайнерский олимп ну в какой-то степени да в своем роде есть такие планы ну не олимп а просто занять свою нишу тебе 36 лет всем все рассказала а ты замужем да у тебя есть ребенок да девочка как я все угадал а вообще молодец так хорошо и что ты делала до того момента когда принял решение стать дизайнер наверное была как бы в декретном отпуске это вот очень долго было продолжалось и я поняла что чем-то нужно заниматься чем я не знала и идея пришла очень как-то так спонтанно просто вот я не увидела того чего бы я хотела была задумка и у меня был человек который мог это реализовать так а чего ты не увидела интересно но я искала вот у меня был повод и я искала красивое для себя платье в определенной целовой ценовой политики чтобы она не стоила там от 10 тысяч я искала до обходи в объезде в просмотре все на свете именно такого как я бы хотела не нашла я его нашла за 1000 евро но это как бы было не вписывалась моим бюджет потом я подумала а почему в принципе такой вот не сделать а пойду-ка я посмотрю в киеве ткани я зашла в такой прекрасный магазин в один где была только итальянская ткань и вот с него я выходила долго я часа четыре в этом магазине цели тебя не впечатлили на только итальянскую ткань и она была итальянская по украинским ценам она не была по украинским ценам но она вполне по доступным ценам продается как бы писала до сколько обошлось платье платье обошлось тысячу гривен но меньше сорока долларов да как бы это в пошиве но тем не менее она была с натуральной ткани мне не было в нем жарко как я покупала до этого платья которые стоили там две-три тысячи гривен и высидеть мероприятия них уже не могла потому что это была синтетика там еще что-нибудь хотя известные бренды такие а я стесняюсь спросить и не вспомнить нашу подругу леру которая открыла сервис по аренде платьев с огромным количеством платьев и для повода но я не могу сказать что я сама очень часто пользуюсь сервисом но в принципе если представить себе что у меня какой-то супер повод куда мне нужно что-то такое эдакое то однозначно я как бы он позвоню подружкам и затем пойду туда до конкуренции но в том-то и дело что это был такой повод где я была приглашенная гостья и туда какой-то супер-пупер вот такое в аренду взять в платье прям какое-то красивое такое как бы ну я не могла хорошо пойти в зару и найти что-то там например не хочу делать рекламную если честно обозначила ваш сегмент по конкуренции но это вообще-то у меня всегда был как бы сегмент повыше это был твинсет луи джо вот такие бренды да я просто могу предложить например ткани лучше и цены немножко ниже вот хорошо а я тогда такой нескромный вопрос как бы ткани классно ну с продуктом понятно а можешь ли ты предложить маркетинг такой который может собственно потому что это самое сложное сделать так чтобы твой продукт стал достаточно востребованным и о нем я над этим думаю но пока у меня кроме как банального там раскрутки в инстаграм фейсбук какие-то мероприятия да там устраивать показы и так далее в детские праздники у меня даже на ум ничего не приходит если честно хотя я в рекламе не новичок то есть я не понимаю на данный момент какой бы аудитории вот где моя целевая аудитория да кто это это явно не масс-маркет это однозначно потому что мне одежду отшивает дизайнерский цех который делает немножко качество совсем другое вот даже на банальный гольф там идут силиконовые прокладки на плечи и так далее то есть там очень такое качество не масс-маркета а ты принесла что-нибудь нам показать я в нем пришла но я хотела принести у меня только одна модель отшитая сейчас пришла что 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 на тебе то что пошла это я так как бы твоя юбка и твой горь это такое но я в основном ориентируюсь на события на поводы то есть вот мама с дочкой как у нас сейчас проблема пойти в оперетту и хотелось бы одеться и нарядно и не вычурно быть одеть какой-то дно милера в это уже есть давно на рынке она уже как бы работает и как бы это уже есть фишка она уже да я шьется то есть она существует что ты думала о своем таком моменте ты понимаешь что самое главное в этом бизнесе это свой бренд который ты несешь в дальнейшее с чем таким выйти сразу с чем ты можешь выделиться в чем твоя самая сильная сторона наверное все таки в моделях наверно все таки в моделях платьях но модели ты сама их сама конечно я их и выкройки делаю делаю лекала только вот мне цех дизайнерский отшивают принципе это будет какая-то коллекция от и или это будет просто единичные материалы у меня так получается на данный момент что мне идет одна вот моделька например в две недели месяц и она мне в несколько представлены например цветах то есть это получается в любом случае не одно платье что 8 например разных комбинаций и вот так пока я пока я вот все-таки на разнообразие цветов как бы больше акцент делаю это не просто вот допустим допустим юбка вольфик и 4 платья я себе такие цели не ставлю как ставят себе дизайнеры например сделать капсульную коллекцию это базовые вещи они их делают у меня я вот думаю ой какие ткани я во первых вдохновляюсь только магазине ткани почему-то я вот как многие модельеры в принципе вижу ткани вижу модель а с подготовкой что у тебя образование я модельер до модельер конструктор у меня есть дизайнерский цех который готов мне помочь и в принципе я вот долго думала хотела изначально у меня были возможности делать свой цех нет я из этой идеи распрощалась опять-таки же благодаря вашим программам я все взвесила подумала и скорее мне не нужен цех мне не нужен масс пошив я хочу посадить например нанять там три хороших швейки которые будут супер и конструкторами и какими-то там полу модельерами дизайнерами и чтобы они мне делали качество качество делали вот на уровне на хорошем и в этом плане вот продвигаться сразу же вопрос ну тогда если так это будет это не будет массово то это уже не будут цены те которые ты пошла искать это уже будут совершенно другие цены у нас есть с леной одна знакомая которая открывала бутик детской одежды я с ней когда познакомилась у нее у родного брата в городе минск они сами из белоруссии вот у нее был у него был магазин детской одежды и когда я ей говорила зачем ты хочешь здесь открываться тут же есть даниэль у нас там латенхаус ну дорогие именно бренда она мне говорит ну ты посмотри на эти ненормальные цены но это же капец когда ты заходишь и 500 долларов стоят ботинки я бываю в италии я ездила специально у меня у брата магазин я знаю сколько это стоит закупки это ненормально сначала у нее были цены ну такие как бы нормальные а затем они начали подниматься и подниматься они начали по одной простой причине потому что рынок их диктует я тоже с этим сталкивалась неоднократно когда ты считаешь ну то есть с цветами мы тоже так думали да что мы будем делать более доступные типа классно и доступно это будет но мы сталкиваемся все с тем что есть рынок есть условия при которых мы просто не выживаем то есть такие цены ставятся не из-за того что нам хочется сильно нажиться из-за того что нам нужны деньги на маркетинг на упаковку своего продукта вообще на продукт это ведь не только то что мы продаем а где это продается люди которые это продают то есть есть как бы цена которая формируется и за счет этого то о чем ты говоришь я хочу классных швейчик хочу классное качество хочу классные ткани а цена как бы масс-маркета уже не получится да именно этот цех и работает не по цене они за доллары работают и от 200 долларов их единица стоит принципе именно потому что они дают такое качество замечательно я тогда не вижу логики в том что это сказала ты начала с того что я хочу делать доступный бюджет если это столько стоит я могу пойти в twin set причем то что могут себе позволить twin set и prada и все остальные и точно не можете я позволить и это сумасшедшие сейлы мы всегда можем поехать и купить платье чко прада за 100 евро которое нам удалось выхватить да ну как бы с этим согласно здесь просто но должна быть какая-то совсем другая параллель то есть шитья для различных размеров нестандартной фигуры то есть в ателье обращается большинство людям это за авторскими работами подгонкой конечно если у нас в магазине то есть ты не икс не там не excel более-менее то очень стороны опять же это индивидуальная работа этот длительный цикл это не может сразу ну вообще как вот я понимаю да такие вещи и заранее не продумаешь ну заранее ничего не может знать да ты должен что-то делать показывать это людям и люди уже как голосуют своими деньгами либо они это покупают либо нет здесь идет поиск какой-то если смотришь ищешь модель меняешь ткани меняешь цену меняешь там еще что-то меняешь но смотри для того чтобы все это играться нужен бюджет естественно да потому что во первых а тебе нужно что-то жить бы тебе нужно что-то на что-то это эти коллекции создавать закупать ткани до платить швей швеем там цеху и так далее потому что для того чтобы опять же покупали нужен все равно ассортимент у тебя три класса что никто не придет и смотреть людям интересно что было то есть тебе надо нашить а нашить надо реально много потому что когда был магазин у нас и ну много я бы тут так сильно не хотя бы хотя бы штук пятьдесят чего-то должно висеть да нет но тут нужно поменьше начинать тогда просто мерить как можно нужно в это играться нужно пробовать и ты сразу не угадаешь точно не угадаешь как это пойдет это я вот ну сейчас подумал что ситуация похожа знаешь как но если сравнить шоу-бизнесом например вот то получается как есть шоу-бизнес очень много известных людей в шоу-бизнесе и ты говоришь о мне это нравится я вот смотрю вот так вот никто не поет дай-ка это пойду петь я ты пошла на курсы закончила курсы вокала и теперь говоришь я вот начинающий мне надо но для того чтобы тебе как бы это делать хотя бы да я нужен а для начала ассортимент репертуар костюм и сценический там и как-то раскрутиться что тебя как-то народ увидел у меня вопрос такой еля над деньги на этом хочешь зарабатывать да я хотела бы конечно первую очередь сколько ты хочешь на этом зарабатывать цифры на уровне 10000 долларов в месяц как бы вот я так понимаю тебя устроил устроила бизнес то есть ты себя видишь в принципе как бы не больше не не по бизнесу а больше как создать как создать как создать и вот но немножко вот как бы разные вещи получаются наш то есть ты хочешь заниматься творчеством но и так опять как шоу-бизнесе да есть артист который там в кадре который поет и есть продюсер который весь бизнес в принципе делает которого не видно за кадром то есть мне так кажется что наверное тебе нужно сложно совмещать управление да и управление вот именно бизнес сам я знаю много очень брендов да они не стоят столько сколько стоит дизайнерская одежда которая выступает на показах мод но они выставляют например модель какую-то да вот допустим модель юбки самая банальная самая я имею ввиду хорошенькая там допустим какая-то базовая и у них за три часа разлетаются эти куда они выставляют в инстаграме вот буквально я сколько подписчиков у меня вы еще пока я только у них у них но много прилично но они не один год к этому шли вот вот ни один год вот поэтому об этом тоже говорим да я пошла даже на основную работу сейчас но тем не менее как бы чтобы на перспективу знать по какому правильному пути мне развиваться но этот путь все не должен быть неправильный почему я к вам пришла я хочу именно понимать четко что вот так если я буду делать то когда-то будет результат однозначно понимаешь когда-то нельзя так как бы планы опять это инвестиция прежде всего это инвестиции себя куда мы идем вот не непонятна цель да то есть мы дизайнером ты не хочешь становиться бренд одежды у меня цель бренд одежды создать понимаешь так или иначе у нас сегодня век личного бренда как ни крути и любую девочку и мальчика которых вы упоминали это все-таки люди которые уже есть бренд у них есть бренд они над своим личным брендом работают и благодаря этому в том числе очень сильно продают представим себе что есть бренд кати сельченко и нету самой кати сельченко которая не носит сама одежду которая не является такой какой она есть девушкой да потому что люди ведь когда смотрит на бренд они ассоциируют что надев на себя эту одежду они будут как лошадь в чем-то этим и притягивается тогда надо создавать личный бренд это будет не дизайнер юлиана там да допустим а все-таки модельер может быть я добавлю что у вас личным брендом еще пока ничего я только на как бы но легенду мы не сможем придумать личным брендом то что я вот как модельер могу показывать и рассказывать например вот это платье там такое то да вот так давайте посмотрим что людям интересно да секс что интересно с кем как что почему ваша какой-то необыкновенная профессия я скажу тебе больше если мы посмотрим нас вообще личный бренд да люди забывают об очень важной штуки что тогда когда ты хочешь чтобы тебя с чем-то ассоциировали да ты должен это излучать и начнем с первого момента что если ты хочешь быть как у тебя бренд одежды то каждый раз когда ты входишь как минимум в кадр у людей должно быть желание написать нам а в чем была эта девушка одета я думаю что как раз в личном бренде нужно начинать собственные личности и не просто шить одежду а показывать знаешь как обычно показывать лучшее появляться так чтобы люди говорили слушать у нее классно она очень классно выглядит это очень важный момент мы говорим про личный бренд это все правильно поэтому нужно понять вообще к чему надо стремиться если это будет как бы потому что многие бренды вообще не я даже понятия не имею кто там как бы за этим брендом вопрос есть ли такое количество денег чтобы было непонятно кто за этим стоял то есть понимаете вы всегда должны понимать что личный бренд в принципе ну берут из двух побуждений первое это потому что гораздо проще продвигаться с помощью ну не то что гораздо проще но все-таки здесь ты становишься а так за тебя становится баблишко которая нужно постоянно делать интересные мероприятия ивенты и так далее и так далее то есть маркетинг сегодня рулит сегодня век продвижения без денег закончился в принципе век такой что все те кто раньше давал возможность все сервисы которые развивались и говорили ребята пользуйтесь нами пользуйтесь нами мы типа атом кто-то думал и теперь включились они говорят все ребят попользовались а теперь давайте нам баблишко за все да хотите чтоб постик ваш видели баблишко инста говорит хочешь что тебя видели баблишко все хотят баблишко это нормально то есть пришел момент когда они начали работать уже готова конечно подкидывать это понятное дело нет я просто тебе говорю на твой на твой ответ по поводу того что многие бренды мы не зря как бы у меня есть время я не спешу вот так вот прямо завтра выйти я говорю я иду на основную работу чтобы это все все равно оставалось моей целью и продвигать вот самое главное что я хочу да то есть подвести некое резюме ты хочешь создать бренд одежды пока то что я понимаю у нас нету мощность есть название big and small princess big and small принцесс это же с направлением для мамы дочек то есть ты хочешь сделать family look не только ведь можно просто одежду делать и для мамы для дочек и детскую сброса можно делать просто все что угодно но вот а наш совет который мы всегда даем это изначально все-таки каким-то образом обозначится и если ты назовешься family look то ты должна понимать что как бы это уже тоже что тебе нужно будет отвечать просто сразу такие стереотипы да вот только платье для каких-то дней дней рождений там фотосъемок мы в основном такие стереотипы когда family look а я хочу немножко просто нарядную одежду вот например в стиле family look а вот ты знаешь как наверное как мама у меня есть масса нюансов я честно вам скажу я family look и наверное с девочками носила пару раз и только-только потому что нам дарили их вот честно хорошо у тебя есть такое видение ты думаешь о том что это может быть ты хочешь это запустить окей давайте у каждого творческого человека есть какое-то свое видение не собираюсь в этом сейчас ломать тем более она имеет право на жизнь я сейчас хочу понять вот в рамках например наших следующих двух-трех месяцев ну это тот период времени который мы будем сейчас находиться вместе я хочу понять ту задачу которую ты ставишь перед собой и перед нами потому что она мне сейчас не очень ясна такие шаги ты бы хотела в рамках нашего общения сделать чтобы что было как минимум вот самопрезентацию чтобы вы как эксперты например просто вот допустим принесу свои платья скажем так которые они у меня есть и вы просто вот не знаю в том я направлении двигаюсь или нет или мне что-то поменять что-то сделать проще или не заворачиваться наше мнение не имеет никакого значения ну вот мне просто интересно ведь дороги разные сразу они либо платят нам может понравиться покупать не будут ну понятно но я имею ввиду ну тогда же разные пути в бизнесе однозначно либо удешевить там и пустить это на масс-маркет либо наоборот сделать что-нибудь такое более эксклюзивное ну смотри я думаю что в данном случае будет интересно естественно посмотреть и услышать не только наше мнение но и мнение людей которые нас смотрят и в идеале если мы дадим им возможность не только посмотреть а в идеале если мы им дадим возможно что-то купить у тебя заказать вот посмотреть вообще фидбэк обратно фидбэк да на отзывах можно получить массу информации да это самое ценное что у нас есть потому что чем ты потом начнешь работать то есть сделает какой-то при как это называется в ресторанах при открытии тестирование дегустиционный режим но это право на ошибку у меня нет например а я тебе сразу же скажу тебя права нету ты будешь ошибаться это должна с этим смириться то есть у тебя не будет без ошибок ничего не бывает вот мы сергеем давно например приняли их для себя такую позицию чтобы точно не самые умные и не умные в принципе лучшее что мы можем делать это мы можем выдвигать определенные гипотезы исходя уже из своего опыта то есть ну не делая каких-то банальнейших ошибок так дебильнейших но дальше даже вот например когда запускается вот сейчас мы там хотим запустить лендинги до 2 лендинга и вот у нас есть видение что может быть так а может быть так и для того чтобы понять как это будет мы запустим два лендинга нальем туда трафика и посмотрим на то где будут большие конверсии потому что уже миллион раз доказано то что мы можем себе представлять все что угодно но решают всегда наши клиенты которые или платят за это или не платят за это вот и все то есть ну правда то же самое с ценами мы можем думать что это дорого что это дешево но клиент правильность уже говорит голосуют своим кошельком но я все-таки хочу понять сейчас все равно следующие шаги которые у нас вот будут созданы окей ты покажешь свои платья люди там скажут нравится не нравится но у нас должно появиться позиционирование у нас должно появиться данным то есть мы должны понять как это сейчас будет каким образом например ответить на простые вопросы каким образом люди сейчас могут купить твою одежду заказать и померить ее потрогать и это важно правда каким образом людей смогут увидеть где они смогут ее увидеть где они смогут получить информацию, для кого это будет доступно. Для людей, которые живут только в нашей стране или для людей, которые живут в других странах. И вот эти, казалось бы, простые вопросы, на них всех тебе нужно найти ответы. Для того, чтобы мы могли как минимум подключить тех людей, которые нас смотрят, не только с позиции «поставьте комментарии», напишите, что вы думаете пальцем в небо, а с позиции того, чтобы они могли попробовать, как это быть твоим клиентом. И сказали тебе, Юлиан, так мы вообще не можем быть твоими клиентами. Мы там тебе пишем, тебе никто не отвечает, на твоих картинках ничего не понятно, нам неясны размерные сетки, я не понимаю, как это сядет, я не знаю, не вижу качества. И ты сразу же получишь огромнейший набор информации, с которой ты будешь работать. То есть это будет такая твоя домашняя работа от них. Те люди, которые в результате купят или не купят, тебе подскажут. У тебя, я так понял, есть пока бизнес-страница на Facebook, которую ты там позавчера залила туда несколько фотографий. Да, да. Вот с первой фотосессии самой. Да, в Инстаграме как бы, да. Ну, ссылка у меня не была на Инстаграм, у меня была только ссылка на Facebook, я посмотрел ее. И я посмотрел также твою личную страницу, но там вообще никак не отображено на твоей личной странице «Кто ты?» Там-то вообще просто Юлиана и все. Да, не было работы ни над брендом, так сказать, ни над чем. Так а чем ты занимаешься тогда, понимаешь? Вот, ну, получается, ты как бы говоришь, я хочу построить какой-то бренд, но ты никак это не выражаешь нигде. И как-то человек, глядя там на эти фотографии, должен понять, в чем твоя какая-то уникальность есть. То есть вот самое трудное всегда понять, вот когда ты создаешь продукт, самое трудное это, и над этим всю жизнь ты будешь работать, да, в чем уникальность твоего продукта, чем он отличается от других, и почему, какая причина купить именно его. Потому что, ну, несмотря на то, что ты говоришь, вот надеть нечего, да, все равно, если ты выйдешь, там миллион этих платьев есть, и поэтому должна какая-то быть очень причина, такая сильная причина купить именно твое. Потому что я вот ходил, когда мы под сумму ходили, зашли по этим дизайнерским отделам, я прошелся, я не увидел вообще ни единой причины купить что-то у этих дизайнеров. Вообще ни единой. Потому что... Ну, вот сейчас мы говорим все про бренд, правильно? Да, да, мы все... Но есть еще вариант идти не через бренд. Интернет-магазин. Хороший, например. Если, например, нет истории, но человек 36 лет... Нет, ну мы же покупаем не из-за бренда. Бренд это просто как доверие какое-то, да? Нет, я с тобой согласна. Подожди, ну как вариант, то есть, ну, это как бы не персона, которая, например, там была в шоу-бизнесе, там была знаменитостью, была замужем за... Ну, то есть, нет какой-то истории. Да, 36 лет, ну, а есть хорошая, замечательная жизнь с каким-то направлением, но не с какой-то звездочкой. И до бренда ты, например, понимаешь, что ты не дотягиваешь. Значит, можно пойти, например, интернет-магазин, шикарный сайт, раскрученность, контестная классная реклама, с какими-то продвижениями, с классным товаром, который будет продавать какие-то другие направления. Ты понимаешь, что для этого нужно сейчас... Ну, для этого нужно инвестиции, что говорил Сергей, да, то есть, 50 моделей таких, 50 это, в наличии, по сетке, по минимуму десяточку. И ты тогда забрасываешь. Ну, зачем? Смотрите, есть более простые пути, например. Есть сайты, на которых уже что-то продается. Ну, есть много таких сайтов, которые являются агрегаторами, да? То есть, ты туда можешь зайти, на сайте, например, продается одежда. Они продают одежду разных людей, разных поставщиков. И ты туда заходишь просто как один из поставщиков. Выставляешь свои модели, которые... Ну, можно вообще двоих пойти. Да, ну, то есть, есть таких много. Но это другая штука. И это, ну, мне кажется, сегодня вот она, да, нету бренда никакого. Поэтому нужно двигаться не от бренда. Бренд создается не за один день. Нужно сейчас идти от продукта. То есть, должен быть сильный продукт какой-то, да? Сильный, классный продукт по нормальной цене. Вот это то, что может продвигать всегда в начале. Все, ты напугала. Мы ее довели до кипения. Мы рассказали все варианты развития. И теперь осталось только повеситься. Ну, я бы так сделала на ее месте. Смотри, первое. Тебе нужно сделать то, что я тебе только что сказала. Пора писать. Вот, вот, понять, кто ты, чем ты занимаешься. Как тебя... Давай в моменте не того, какой ты будешь потом, а в моменте того, вот, кто ты сейчас. Вот, давай с этого начнем. Как тебя сейчас можно купить? Что ты сейчас будешь производить? Для кого ты сейчас будешь производить? Можно ли тебя будет сейчас купить, если я хочу в Киеве приехать и померить? Мне куда приехать и померить чего-нибудь? А если я хочу что-то индивидуальное, я сегодня могу у тебя заказать или нет? Вот нужно с позиции сегодняшнего дня, да, ответить на все эти вопросы. Представь себе, что мы сейчас показали твое платье, и у нас посыпалась куча комментариев. Где мне его купить? А можно ли мне его в Москву, в Белоруссию? Можно мне его? А если я вам свои размеры дам, вы мне можете его пошить? А вот... Я поняла. Это первое, с чего ты должна начать. Готова ли ты развивать свой личный бренд? Сегодня начинать. Готова ли ты над этим начать работать? Потому что, когда мы будем сейчас работать, например, в том же Фейсбуке и Инстаграм, мы должны понимать, там присутствует Юлиана с историей того, что она делает, или там присутствуют только одежды Юлианы. Может быть и так, и сяк. Ты должна это тоже понять для себя, как тебе ближе. То есть мои рекомендации всегда развиваться через личный бренд. Как по мне, люди покупают у людей. Но если тебе это страшно дискомфортно, то как бы ты думаешь об этом с другой стороны. И дальше есть замечательная новость. Ребята, у нас же, мы же проводили кастинги, у тебя будет команда, которую мы для тебя подберем, и с которой ты познакомишься в следующий раз. Я думаю, что в этой команде однозначно будут люди, которые помогут тебе с брендом, с позиционированием. Будут люди, которые помогут тебе сделать хорошие фотосъемки для твоего инстаграма. Будут люди, которые помогут тебе поработать с твоим инстаграмом и наладить. И вот этот весь ужас, ты не будешь одна уже в процессе. Одно это, конечно. Очень сложно. И я думаю, что это как раз очень хорошая новость, потому что это как раз те ребята, с которыми ты сможешь видеться постоянно, работать с ними. И мы уже будем встречаться вместе. Это тебе однозначно поможет. Ты сейчас не пугайся, мы же сейчас тоже пытаемся выяснить, ну, куда нам с тобой идти, понимаешь? Саму тебя навести на какие-то ответы, которые ты раньше, может быть, не выдавала. То есть пока мы не поймем, вот с чего мы начнем и потом куда мы все-таки идем, не надо сейчас ставить там план на всю жизнь. Не планируйте свою жизнь на сто лет. То есть раньше говорила, планируйте, сейчас не планируйте. Давай посмотрим, где мы хотим оказаться. Сегодня, потом посмотрим, где мы через полгода можем быть. Потому что в процессе того, когда мы начнем делать какие-то действия, все будет меняться. Может быть, ты скажешь спустя время, слушайте, а я хочу как дизайнер заявиться, мне прикольно. А может быть, ты скажешь, нет, у меня теперь будет свое классное ателье. А может быть, еще что-то будет. То есть поэтому нужно начать с чего-то плыть, но поскольку все-таки цель зарабатывать деньги стоит, то нужно думать о том, вот сейчас есть продукт, как сейчас мы можем его продавать и в какую степь двигаться. Лена, у меня вот к тебе вопрос сейчас. А ты считаешь, что есть вообще проблема в том, что, ну, как бы настолько обширная, чтобы сделать бизнес на фэмэли луках? Это вообще, ну, как актуально? Да, я считаю, что нет. Я считаю, что куда-нибудь здесь. А на семейном луке каком-то? Уже предложение есть. А ну, сейчас это семейное, как бы, оно... Имеется в виду, что не одинаково одеты мама с дочкой. Нет, ну, в одном стиле. В одном стиле. Ну, это можно дополнительно бросить еще на коллекцию потом или детей, или что-то. Я бы тоже не делала на эту ставку. Я бы шла вообще совсем нестандартно. То есть, ну, как бы, как не у всех. То есть придумать такую, с чем можно выйти, чтобы это была именно необходимость. То есть посмотреть самую большую проблему женщины, на которой она сейчас есть. И еще очень классный момент я замечаю дизайнеров, когда берется изначально какая-то фишка, которая все время везде просматривается. Ну, то есть, такой вот деталь, которая, как бы, является узнаваемостью. Это тоже очень хорошо. Ну, вот я помню, например, та же Диана Дорошкина, да, с своими корсетами. Вот у нее был просто, как бы, корсет, который она обыграла во всевозможных эпостасях. Но очень классно вообще, когда с человеком или с его брендом ассоциируется какое-то вот конкретное, знаешь, мем это называется. То есть, что-то, как Лена говорит, серенькое, да. Вот ко мне приходят клиенты, вот почему-то серенькое-беленькое. То есть, это не есть плохо. И это не значит, что ты делаешь только это. Но это значит, что это то, что ты продвигаешь и то, что делает тебя узнаваемым. Ну да, можно, например, даже сделать лейдинг. Это я бы просмотрела ваш 21 выпуск. Просто, вот я себе представляю, может человек сам подобрать себе, например, цвет платья и так далее. Я его сделаю там за 5 дней, например. Правильно, можно так? Ну, с кем-то и составляются сумки, и кроссовки. Да. Купить там кто-то, кто-то. Из аксессуаров, из цветов, и вещей. Но для этого тебе нужен ассортимент всех этих штук, из которых клуб должен составляться. Конечно, ткани, например, ассортимент моделей. И что мы можем сделать за 5 дней? Ну, то есть надо над этим поработать. Оно, как бы, вариантов очень много куча. Вот это было вообще идеально. У меня даже есть несколько идей, с которыми я с удовольствием поделюсь. То есть, ну, с чем можно это, чтобы оно быть не одной из. Да, да, чтобы оно чем-то четко выделялось. А если еще, ну, как бы, и бренд на этом построить. Вот это будет очень классно и круто. Когда ты уже в начале в игре, ты уже, ну, с позицией четкой, что оно должно быть. С фэмили лук, с мамой и папой. Ну, да, да, детская дополнительная. Вы не будете лучше их. Все. Вообще, вы всегда. Не то, что оно, насыщенность уже имеет очень большую. Я всегда задаваю вопрос, на что тратят люди больше всего деньги или готовы в этом сегменте потратить. Мамочки чудесно справляются для детей, забежав в Зару, не знаю, в Монализу, еще куда-то, понимаешь. Не сильно-то, ну, хочется. И так, у мамочек хватает головной боли, чем заниматься. Но женщина всегда, когда она хочет выглядеть классно к какому-то событию, она готова заморочиться по этому поводу. И уж на себя-то она, баблишка, не жалеет. Поэтому Family Looky, ну, это, опять-таки, как доп-опция для двоих клиентов. Да, замечательно. Но выезжать на это... Заказать, например, к такому там, к такому взрослому платью, можно заказать и детское. Вдруг у нее такое-другое. Но это чисто доп-опция. Вот изюминка должна быть в чем-то другом. Вот изюминку над ней нужно поработать. У нас мгновенная красивая внешность. У вас очень красивое весо. То есть на этом можно очень правильно эксплуатировать. То есть, ну, в дальнейшем. То есть, оно, задатки все есть замечательно. Платье мы ваше увидим скоро. То есть, ну, они тоже должны быть... То есть, с чем работать, это вообще, ну, класс, база, это... То есть, ну, посмотрите, что вам самой бы было интересно. Как бы вас хотели представлять? Ну, вот на чем именно? А я не стараюсь так делать то, что вот, как бы, мне бы нравилось. Просто то, что я пока сделала, в сезон не попало, к сожалению. Я бы так пришла обязательно. Ну, вот с этим и с вами. Вот. То есть, и сезон не попал, и швея заболела, это... То есть, ну, это уже следующее... Давайте подытожим задание и расстанемся до следующего раза. Позиционирование. Это я, Толя, получила правильно? И как я себя вижу сегодня, через полгода? Я хочу продукт видеть, линейку продуктов, то, что есть. Конкретно, да? Прямо конкретно. Платье, там, блузка, это, размеры, цены, сроки изготовления, например, да? То есть, это очень четко, когда можно получить ответ на этот вопрос. Потому что в следующий раз, например, когда ты все это принесешь, мы можем людям показать и даже, скажем, вот, закажите, например, кому надо, да? И мы сразу увидим. Понимаешь, одно дело, когда люди пишут, ой, как классно, ой, как мне нравится. А другое дело, когда они заказывают и платят. Это вообще разные вещи. И опять-таки мы им должны показать, почему они должны это заказать. Им должна появиться мотивация. Не просто закажите, какого черта я это буду заказывать. Понимаешь? Почему? Какая причина? Почему? Какая причина? Это должно реально их в чем-то тронуть на самом деле. Потому что мы зачастую, как на своих детей, смотрим, ой, он у меня самый талантливый, самый замечательный. Вышел Мишенька, двух слов не может связать, но это сегодня он перенервничал просто, говорит мамочка. Вот, поэтому тут в данном случае то, что ты думаешь о своем продукте, и то, что уже мы увидим. Вот, а мы честно тебе скажем. Да? Конечно. Мы тебе честно скажем. Это самый лучший классик. Сомневайся. Нет, я не сомневаюсь. Давай так, через пять дней ты высылаешь нам задание. Высылаешь. В электронном виде. Да, в электронном виде ты нам высылаешь, что у тебя есть пять дней, окей? Вот, мы подбираем тебе команду и уже назначаем следующую нашу встречу. Все, тогда встреча. Да? До дела. До дела. До дела. Ну что, как думаешь, кто ей нужен в первую очередь? В первую очередь нужен, кто поможет с личным брендом. С личным брендом. Кто у нас был с личным брендом? У нас было несколько человек, которые занимались, давайте посмотрим. Так, вот, Ольга, нет. У нас, по-моему, было в прошлой команде. Девочка, которая именно... Из Белой церкви она была, да? Да, да, да. Она у нас была, она вот там у нас висит. А ну, Ленчик, иди с ними вот там. Вот, Белая церковь Юлия Лидич, да, у нас была, которая говорила о том, что занимается бренд-маркетингом. Вот, она у нас уже будет заявлена в команде еще одной нашей участницы, но больше у нас никого не было в этом деле? Нет, по бренд-маркетингу не было. По бренд-маркетингу и у нас не было и в онлайн-кастингах, по-моему. Хорошо, давайте мы тогда Юлию возьмем в эту же еще одну команду. Ну, она же уже есть в другой команде. И что? Я против. Я считаю, что нужно другим участникам дать проявиться. Я думаю, что, может быть, еще написать объявление именно, кто вот нужен в первую очередь. Может быть, ну... Пишем объявление. Так, написать объявление. Прямо сейчас. Ну, понимаешь, нам нужно уже на следующий раз ей кого-то найти. Смотри, ей... Ну, сейчас вопрос не в брендинге у нее, мне кажется. Вопрос в продвижении, ну, в продукте и в его продвижении. Ну, я бы даже сказала, не над брендом поработать, а какой-то креативной фишкой бизнеса, который может стать, от чего отталкиваться вообще. Потому что пока ее там от одного другого бросает. То есть может это, может быть... У нас, смотрите, у нас был вот у тебя есть, у нас был, помните, Алексей Сахновский? Да, мы... Он как раз продакт-менеджер, форен-маркет-сейлз-менеджер, продакт-менеджером. Он, ну, почему бы и не попробовать? Он, кстати, тоже такой немножечко своеобразный. Помнишь Алексея Сахновского? Не очень. Он первым у нас, по-моему, самым был. Ну, этот, кто антиквариат на Америку продает? Да, да. Ну, мне кажется, это не совсем то. Не та история. Так, а кто у тебя там? У меня графический дизайнер. Это тоже очень, ну, как бы в первую очередь, чтобы вот это все запаковать и хотя бы представить какую-то... Графический? Графический дизайнер, визуальный образ бренда. Визуальный образ бренда. Ну, давай попробуем, посмотрим... Ну, подожди. Для того, чтобы сделать визуальный образ бренда, он должен быть хотя бы вербальный, да? Ну, она должна хотя бы рассказать. Нет, ну, понятно. Нету ничего. Ну, пока, вот, знаете, есть Big and Small Princess название, да, и пара платьев, которые я увидел. Ну, они же должны вместе поработать, понимаешь? Все равно будет лучше, если у них будет компания людей. Это будет искусственно. Вот, понимаешь, пока нет продукта какого-то, да, то есть она сама должна выразить это как-то через свой продукт, и после этого можно какой-то визуальный образ бренда... А так они что? Вы думаете? Я думаю, что ей нужна помощь именно вот в этом продукте. Какие варианты могут быть? То есть от чего это, 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 и смотреть, миксовать. То есть это, ну, нужен креативщик. Креативщик по идеям, креативщик, ну, с каким-то нестандартным подходом, который знает немножко хотя бы о рынке красоты. О чем ты говоришь? Смотри, вот она сама хочет это создавать, она сама хочет творить. А ты говоришь, ей нужен человек, который будет за нее творить. Нет, я не об этом говорю. То есть не творить в модельном бизнесе, не делать платье или что-то. Придумать ей идею бизнеса, на чем можно идти дальше. Ей ничего не надо придумать. Ей сейчас надо сделать, смотри, упаковать как-то, да. Вот я вижу, что есть какие-то у нее идеи, отшито несколько моделей. Ей нужно продукт как-то показать. Мне кажется, в этом бизнесе так уже не делается. То есть какие-то два платья, но есть или что-то. Нужно продумать линию, капсульную коллекцию или какой-то, ну, той услуге, у которой у нас еще нет, индивидуальный подход. Это подход к ателье какому-то, вот отшить обязательно что-то. То есть она не хочет быть как просто что-нибудь. То есть мне кажется, здесь, ну, самое главное придумать какую-то, ну, идею бизнеса. Однозначно. В чем она может двигаться дальше. У нее должно быть что-то, с чем она должна идти. И ей нужна для этого помощь. Потому что мы, когда с ней разговариваем, да, мы даем разные идеи совершенно. Мы ее, конечно, путаем. То есть мы показываем возможности. Но ей сейчас, ну, вот я вижу, что ей не хватает каких-то людей, с которыми она может быть постоянно на связи. Она может говорить на эту тему. И она может получать какое-то мнение со стороны. Я просто не понимаю, что ты имеешь в виду под идеей бизнеса. Нету продаж? Нет, нет. Нет, ну, ты что, идеи бизнеса, я имею в виду, с чем она может выйти на рынок. То есть с двумя платьишками и юбочками, это уже не та история. То есть Инстаграм полон этих юбочек и платьишек. И у девочек у кого-то 500 тысяч подписчиков. То есть это не то. Нужно продумать. То есть или ты пойдешь, например, с женщинами нестандартными фигурами, которые сложно ищут, и они покупают. Или, например, придумать как фишку, вот как Адидос собирается. То есть у тебя 10 вариантов тканей, например. То есть только бизнес, ты приходишь и творишь это, например, с модельером. То есть модельер твой как волшебная палочка. И ты будешь, например, составлять какие-то платья, например, только вот в таких видах. И за это можно будет просить дополнительную сумму денег. То есть вот в этом. Просто как сейчас, ну, просто два платья, две юбки, типа Zara или Twinset. Я не думаю. Ну, например, по соцсетям ей сейчас пока никто не нужен особо тоже, потому что у нее там особо ничего нет. Не, ну подожди. У нее сейчас ничего нет, она к нам пришла, чтобы появилась. Я считаю, что ей нужны сейчас люди, с которыми она может пожить, постоянно поговорить и послушать какой-то фидбэк со стороны однозначно. Я думаю, что ей нужно запустить сейчас Инстаграм. Хотя бы запустить, вообще попробовать, пощупать. Я не говорю, что она сейчас там будет продавать. Но у нас здесь фотограф, которая может красиво снять ее для ее личного бренда. У нас здесь фотограф, которая может поискать варианты, как подать ее товар, хотя бы тот, который есть. Ну, хотя бы поискать стилистику. Оно же все рождается в процессе. В любом случае. Иногда, когда ты начинаешь просто о чем-то думать, у тебя тут рождается идея со стороны. В-третьих, я думаю, что ей нужен стилист, который поможет ей, как человек с видением, да, все-таки современного лука, поможет ей объяснить, например, что в ее одежде, чего не хватает, чтобы она мыслила все-таки не то, о чем мы сказали, не критерием юбочки, а критерием лука целого, ну, который будет подходить под ту аудиторию, которую она захочет. Поэтому я ей предлагаю, давайте, мы сейчас будем сидеть долго. Первое, я ей предлагаю Яну, которая уже у нас принимает участие, но я думаю, что Яна у нас будет хедлайнером. Яна стилист-психолог. Яна стилист-психолог, замечательно. Так, фотограф. Ян, фотограф, давай бадуарную нашу подругу возьмем. Бадуарную подругу? Я могу ее уже рекомендовать сама из личного опыта. Так, она тебе провела уже фотосессию. Слушай, она мне провела фотосессию, она мне сделала такой нереальный сюрприз с ребенком, я была в шоке. Это Аня Белокур. Я была в шоке, серьезно. Все, что она выслала, было в такой вау. Это не было ни одной постановочной фотографии. Она ни один раз не попросила, сказала, стойте, вот так улыбнитесь, возьмитесь за ручки. То есть мы ее почти два часа не видели. Она была где-то рядом, она с нами гуляла, мы вели какую-то беседу. Фото просто нереальное. Ты покажешь на месте? Конечно, ты что. Я в себе видела, фотки очень классные, некоторые можно у Лены посмотреть в Инстаграме. Аня, тогда Яна. У тебя? Все-таки я думаю, что кого-то по контенту ей нужно. У нас Сергей против Юлии, которая занимается бренд-маркетингом, а я не против. Я считаю, пусть они встретятся и посмотрят, могут ли они быть друг другу полезными. Я хочу дать шанс все-таки Алексею Сахновскому. Он сказал, что он очень любит креативить, он очень креативен. Супер, давай батл. Давай мы Юлию вызываем и Алексея Сахновского. И мы посмотрим, Юлиана потом сама себе оставит команду. Потому что я тоже хочу, чтобы они соревновались внутри. Ну, во-первых, в команде пусть будет мужчина. Во-вторых, мужчина, который хочет идеи какие-то. Да, нет, это замечательно. Какую-то идею нам подкинет. Так, супер. И я еще, знаете, что подумала. Вот у нас есть, помните, такая была классная Настя, которая молодая мама. У нее был маленький ребенок, которому два месяца и второму три года. Она занимается фото, и она говорит о том, что она может создавать контент для социальных сетей. Я думаю, во-первых, будет интересно фото-контент увидеть с разных сторон, раз у нас есть такая возможность. Посмотреть, как это видит Настя, посмотреть, как это видит Аня. Они вообще разные в корне. И, во-вторых, по контенту, я думаю, что тоже будет интересно этот момент обсудить. Вот такую команду для начала мы запустим. Ого, для начала сколько? Пять человек получилось? Четыре. Четыре. Нет, пять, пять, пять. Ну, кто-то должен будет покинуть. Ну, кто-то может отвалиться, кому-то будет неинтересно, кто-то не увидит какого-то это. Кто-то победит, кто-то с кем-то не сработает. Кто-то себя не почувствует. То есть, ну, я с удовольствием сама и к Юлиане в команду напрошу себя с какими-то помощью и рекомендациями. Пока хорошая команда будет. Я думаю, что нам нужно все-таки с тобой подумать и отвезти ее в гости к человеку из темы, который сможет дать ей свое видение. Ну, чтобы мы ее запутали еще больше. Да, ну, давай подумаем, то есть, ну, мы можем даже, ну, как бы взять такой вот, как бы, с чего можно начать, как вот, на чем, ну, и зарабатывать. И кому-то очень крутому, интересному. Я хочу всем сказать участникам, вообще, всем людям, которые занимаются бизнесом, помните о том, что, несмотря на то, какое мнение вам высказывают другие люди, да, ну, постоянно, регулярно, кто-то будет говорить о вашем бизнесе и советовать вам что-то. Помните, что здесь точно так же, как и с детьми, как и со своим здоровьем и со своей жизнью. Решение принимаете вы, только вы сами должны интуитивно чувствовать все-таки, чего вам необходимо придерживаться, правда? Потому что это наше видение, наши взгляды, наш опыт, и даже вот у нас у троих оно везде где-то там разное, и это нормально. Вот, но помните о том, что принимаете ответственность за то, что делаете в своем бизнесе вы сами. Ну, как бы, не стремитесь ее на кого-то перекладывать, стремитесь получать много мнений, но все-таки брать ответственность и выбирать, в общем-то, путь победителя самостоятельно. Ну, это важно. Потому что это как в одежде, когда ты выходишь, заходишь в магазин, и тебе начинают говорить, это тебе не идет, это тебе идет. Ты стоишь, и в конце концов нужно сказать свое веское слово. У меня звучит так, Ермила будет так, как я хочу. Купишь тот свитер себе, который я сказала, или я куплю тебе тот свитер. Хочешь, я куплю тебе свитер? Так, мы поняли. Зайчики. Все, пошли. Противать. Ну что, ребят, честно говоря, в конце выпуска я даже не знаю, что сказать. Потому что по правде я пока еще не знаю, что будет происходить с Юлианой. И не знаю, потому что, как мне кажется, она сама не знает и не может определиться, кем она хочет быть. Такой хаос в голове, и не до конца ясна наша задача. Мы, конечно же, будем в следующий раз общаться снова с экспертами, будем общаться с Юлианой. Посмотрим, что она сама пропишет, как она справится с заданием. Но что-то мне подсказывает, что ситуация может развернуться самым неожиданным для нас образом. Потому что некоторые фразы сегодня немного повергли меня в замешательство. Но время покажет. Все, ша пошла работать, потому что уже Ермилов трясет мне кулаком и говорит, иди работай, детка. Я пошел. У нас сегодня с вами первый сбор команды. Ты денег зарабатывать хочешь? Но я ничего не делала. Уже личный бренд все убит. Я увидел первую проблему. Нам необходимо сконцентрироваться на том, чтобы твое время превратить в деньги. Вперед! Шуруем к другим. Сам сделаю, никому не доверю. И это должно стоить 3000 долларов, а не 30. Нужно повышать уже стоимость своей индивидуальной работы. Я надеюсь, они все подружки не смотрят меня, потому что это будет палево страшно. Я тебе один способ рекомендую, как это сделать, безболезненно, максимально. Это для тебя мало денег. Убери сейчас эту мысль. Хорошее шоу получается у нас.